Сейчас в Ставропольском крае 6 градусов тепла, немного облачно и без осадков, а мы находимся на метеостанции в городе Изобильный. О том, как формируется погода в Ставропольском крае и кто за этим стоит, смотрите в сюжете «Победа-26». Главной целью нашей организации является наблюдение температуры, влажности воздуха, температуры почвы, ветра, состояние подстилающей поверхности, видимости, облачности, осадков. Здесь мы наблюдаем за температурой воздуха и влажностью воздуха. Осадками третьих осадков, когда дождь идет или снег попадает. Через 12 часов все это забираем, сюда вставляем мы другое ведро, и эти измерения, которые мы берем, приходим на станцию, там выполняем расчет. Здесь мы наблюдаем за температурой подстилающей поверхности почвы. Три термометра, минимальные, максимальные и срочные. Представлен щуп, он находится под землей. Все данные переходят на нашу непосредственно станцию, в помещение. И там на компьютере отображается температура почвы в данный момент. И если у нас АМК выйдет из строя, у нас есть возможность вручную выполнить все необходимые расчеты, узнать температуру почвы. Этот прибор мы используем для измерения, наблюдения влажности на 10 сантиметров и на 2 сантиметра. Это делается каждое утро в 9 утра. Мы поднимаем ее и смотрим, какая у нас почва. Это у нас мягко-пластичное состояние почвы считается. Вот, она оптимальная. На этом столе мы делаем измерения радиационного фонда. Автоматически он показывает. Оптимально идут от 10 до 12-13. В среднем у нас идет 10-11. Здесь же автоматически у нас находится термометр. И также дается влажность воздуха. Вот, здесь ветер наверху, если мы обратим внимание. Показывается у нас скорость ветра, направление ветра. Это все идет автоматически. Мы здесь осенью сажаем пшеницу, за которой наблюдаем, потому что у нас предусмотрено агронаблюдение. Здесь находится термометр, который показывает температуру ущения на 3 сантиметра. И здесь фиксируется минимальная и срочная температура, которая достигается в течение суток. Автоматическая станция показывает ветер, температуру воздуха, влажности, температуру почвы, давление. Давление на уровне моря, на уровне станции. С 1963 года мы делаем наблюдения по агрометеорологическим наблюдениям. Это за сельхозкультурами, а зима и пшеница, сахарная свекла, подсолнечник. По четвертым числам мы наблюдаем за фазами развития культур. А вот по 18 и 28 у нас идет бурение. Делаем вычисление продуктивной влажности почвы.